всем привет с вами шима это очередной дневной влог сейчас сижу монтирую видео для вас о лондоне очень много всего наснимала и пытаюсь как-то это все смонтировать более-менее приличный вид сложно потому что у меня ужасный штатив и был сильный ветер у меня все пошло так сказать в тряску сейчас помонтирую и потом наверное какой-нибудь спа себе замучу для ногтей волос маску для лица и так далее наконец-то я смонтировала рыбу проекта таком для затравочки покажу что там как рыба проект это называется вот сам основной костяк из чего он будет состоять и отрезала все почти лишнее где-то полчаса лишней съемки даже наверно больше минут 40 почти осталось наложить музыку и подкорректировать эффекты какие-нибудь сделать пойду-ка я наверно немножко отдохнул и как раз займусь теми самыми процедурками о котором я вам говорила ранее у нас дома сейчас ремонт и вот такой вот ужас системы ободраны все в пыли грязи цементные плафоны оторваны что пока меня не было тут все сдирали мои картины были стояли и никто не догадался их убрать еще в итоге мне заляпали вот этой вот грунтовкой белой сейчас не мешаю себе маску для ногтей если кому-то интересно как ее делать то я сниму отдельное видео оставляйте запросы принципе они уже он заметно отросли были вообще под корень и не росли у меня никак а с этой маской очень даже неплохо начали расти но мутила я рыбных палочек и чая мой любимый кстати чай вот такой революшен очень люблю разные всякие вкусы у него есть кажется бергамота мне больше всего нравится и палочки я просто люблю есть всякую гадость всем привет сейчас буду делать маску для волос а делать ее буду с маслом амла я вот привела вот такой вот пузырек от estel тут была абсолютно бесполезнейшая сыворотка против секущихся кончиков которая была помпа вообще чуть ли не на спирту и наоборот их сушила и склеивала и я в нее перелила так как она удобная с помпой чтобы не выливать отсюда предварительно я расчесал волосы можете видеть да я опять в одежде мужа мне это нравится как вы уже поняли и также можно оливковым маслом даже оливковое масло может быть и лучше будет просто сейчас у меня его мало осталось только для готовки поэтому делаю амлой так как амлы еще много и маску на лицо буду делать который в прошлом влоге вам показывала и так и не сделала и сейчас буду делать ее после того как нанесу на волосы масло нанесла я обильно масло расчесала опять для того чтобы в каждый волос отдельно был пропитан в равной степени то есть если их не расчесать то то где может быть больше масла то где его будет меньше и после того как расчесала сейчас завяжу в пучок нанесла обильно но не так чтобы стекало то есть видите у меня не капает ничего не стекает хотя при этом все волосы пропитаны вот такой я теперь фиолетовый фантомаз нанесла остатки также на кисти рук этой маски это увлажняющая на шею и честно говоря вот этой штуки хватит и на декольте полное меня даже не еще осталось держать это все дело надо 10-15 минут перед тем как надо перед тем как наносить любую маску обязательно сначала умойте лицо хорошо для того чтобы маска могла проникнуть уже естественно лучше просто проникать через чистую кожу и пока эта маска действует я также сделала свою маску для ногтей она как раз сейчас остыла и готова к применению до зеркала заляпана так как я уже говорила у меня ремонт в четыре часа сейчас монтировала видео наконец-то домонтировала про лондон и сейчас он сохраняться еще будет несколько часов а я пока приготовлю курочку ставила в духовку я хлебушек чтобы он разогрелся в агетике маленький и вот уже засуну курочку соусом готовится и пока сервирую тарелки петрушку потом положу еще в конце когда уже приготовится курочка и тарелки сервирую с помидорчиками вот и готов в ужин это у нас масала филадельфия сыр из духовки только я достала булочки теплые и помидорки соленые я вообще обычно смешиваю помидоры с курицей мне очень нравятся помидоры свежие смешивается какой-то горячей едой или салат из курицы делать горячий в общем смешивать курицу с помидорами и также отдельно рис еще пойду кушать ну что ж буду заканчивать наверное видео на сегодня уже поздний вечер у нас и очень меня просили некоторые мои подписчики показать сумку таком чехле она была мешочки я ее днем сейчас храню потому что тут все в пыли чтобы она не испортилась так она выглядит на некоторых сумках то ребер идет такие железные тут идет такая как гравировка и это брелок попробую открыть одной рукой вот она уже открыт у меня также тут не длинный ремень который она вешается но сейчас мельком покажу потом в покупках ее покажу нормально так закрывается вешается на плечо такой чемоданчик на самом деле она маленького размера сейчас она выглядит как огромный чемодан он или она маленькая то есть это сумка которую на поясе можно носить вот так внутри все отделения про мне не буду показывать уже я сюда повесил кошелек свой прицепила новый который купила к этой сумке и тут еще у меня уже прикреплено зеркало отклеить вот эту штучку будет зеркальце очень кстати классный удобный что на себя под рукой также его можно отсоединить и ты эту еще штучку не отодрал и присоединяем любой другой сумки вот terry birch ну или любой другой не terry birch и сзади также еще есть карман такой вот на кнопке в общем очень удобно я думаю я буду с ней летать и также в нее зонтик в принципе влезет в общем хотела как раз среднюю сумку среднего размера еще у меня к вам вопрос интересны ли вам такие влоги просто повседневные обычные без особых так сказать происшествий размеренный ленивый день и если вам интересно и вы напишите что вам хочется смотреть такие влоги то я буду для вас их снимать чаще или как раз то время как сейчас не некогда снимать видео нормально и нет для этого условий то я могу снимать такие видео для вас желаю всем отличного настроения до новых встреч пока пока